Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход» и сегодня мы будем читать 28 главу этой книги. Она начинается словами «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых». Здесь говорится «для служения мне» глагол «ле ха га но» указывает на то, что речь идет об одном человеке, то есть об Аароне. Но мы знаем, что не только Аарон совершал это служение, его совершали его сыновья, конечно, некоторые не очень удачно совершали это служение. Это указывает на то, что сыновья могли приступать к этому служению заслугами своего отца. И если бы не было этих заслуг, то только он один мог бы совершать подобное служение. Потому что, как мы знаем, благочестие одного человека оборачивается благословением для его потомков до тысячи родов, а порочность человека является проклятием только до третьего и четвертого рода. То есть божественная милость, она превозносится над судом. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых». Давайте посмотрим, какой есть комментарий на эти слова. Это Амврусий Медиаланский, он пишет «Потому и Аарона он, Господь, сам избрал в священнике, чтобы на первом месте было не человеческое стремление к избранию, но благодать Божия, не своевольное жертвование и не собственное превозношение, но небесное призвание, чтобы он приносил дары за грехи, при том, что сам мог быть наказан за грешивших, потому что и сам он, как говорит, носил немощь. И каждый должен не сам себя избирать и не сам себе избирать почесть, но быть призванным Богом, как Аарон, так и Христос не требовал, но получил священство». Конец цитаты. То есть очень важно, когда на служение человека призывает сам Господь, а не так, чтобы инициатива исходила от самого человека. Хотя при этом святитель Иоанн Златоуст говорит так, «Господь не всех избирает, имеется в виду священников, но через всех действует, то есть ради верующих людей, которые прибегают к этим священникам, достойным или недостойным». Далее мы читаем наставление. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Оказывается, священные одежды делаются не для прославления священнослужителя, а для славы Божьей и благолепия. Поэтому те, которые возражают по поводу красивых одежд священнослужителей, они должны знать, что в быту мы не носят такие одежды. Мы одеваем их только за богослужением, для славы и благолепия. Благолепие – это красота, созидаемая красота. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону надежды, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать на перстник, эфот. Эфот – это короткая одежда. Верхняя риза. Хитон. Хитон – это нижняя одежда, рубашка. Стяжной кедар. Кедар – это головное украшение, головной убор. И пояс пусть сделают священной одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, а чтобы он был священником мне. И пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и весона, и сделают эфот из золота, из голубой, пурпуровой, и червленой шерсти, и скрученного весона, искусной работаю. Таким образом, мы выясняем, что священнослужители не сами себя облачают в золото. Это повеление закона Божия. И это все именно для славы и для благолепия. И сделают эфот из золота, из голубой, пурпуровой, и червленой шерсти, и скрученного весона, искусной работаю. Золото – это царственное достоинство. То есть священники, которые облачаются в такие одежды, они как бы подчеркивают, что они служат царю царей, то есть Господу. А крученные вот эти всякие ткани, они символизируют и страдание Христа, и небесное происхождение Божественного Откровения. И седьмой стих. У него должны быть на обоих концах его два связывающие наравника, чтобы он был связан. Это об эфоде из золота. Давайте посмотрим, какое есть объяснение на этот текст. У нас есть объяснение беды Достопочтенного. Это его трактат о Скинии. Третье слово. Он пишет. «Отсюда кажется вероятным, что когда одежду складывали, то края обеих частей были соединены по обоим бокам, как спереди, так и со спины. Так что половина одежды была, видимо, глазам спереди, а половина другая была скрыта внутри, но соединенные края обеих частей доходили до самого низа. Что же другое нам здесь следует понимать, как не то, что когда добрые дела снаружи, ближним показываем, те же самые дела внутри, пред Господом мы сохраняем безукоризненными». Вот здесь мы видим, что беда Достопочтенный видит в таком порядке этих облачений наличие тех добрых дел, которые открыты перед людьми и той подлинной сути этих добрых дел, которую Господь созерцает и видит. То есть очень опасно творить добрые дела по какой-то другой мотивации, кроме как стремления исполнить Божий закон, Божьи заповеди. И восьмой стих «И пояс и фода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученого весона». На этот текст у нас тоже есть комментарии. Это Григорий Великий, его пастырское правило. Он пишет, «И в самом деле и фод велено сделать из золота голубой, пурпуровой и дважды окрашенной червленой шерсти, а также крученого весона, чтобы показать, каким разнообразием добродетелей должен сиять священник. Ибо в одежде священника ярче всего сверкает золото, чтобы прежде всего блистала в нем премудрость познания». Итак, золото, которое указывает на царское достоинство, по Григорию Великому указывает и на премудрость познания. С ним сочетается голубая шерсть, отражающая цвет воздуха, дабы во всем, что он постигает познание, не склонялся он к побуждениям низменным, но возвышался до любви к миру небесному, и чтобы по неосторожности не был уловлен похвалами на свой счет и не лишился самого познания истины. Золотом и голубой шерстью смешивается пурпуровая, как видно, для того, чтобы сердце священника надеялось на высшее, им возвещаемое, и в самом себе подавляло восстание пороков и давало им отпор, словно облеченные царской властью, чтобы всегда видеть в себе внутреннее возрождение и в своем образе жизни охранять строй небесного царства. Итак, здесь мы видим объяснение Григория Богослова. Он отталкивается от того, что пурпурную мантию, одежду могли носить только императоры. Простые люди не могли одевать пурпурную одежду, но в нашем христианском понимании это одежда Христа, воины римские, они как бы издевались над Христом и одели его в пурпурную одежду, как бы посмеяться, что он царь, но этот пурпур указывает на царственное значение его крови, потому что он искупил своей кровью весь род человеческий и сделал нас всех по благодати и царями и священниками. И далее в Писании мы читаем 9 стих и ниже «И возьми два камня Аникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их», то есть кто там первенец был, кто за ним шел, «через резчика на камне, который вырезает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда и положи два камня сии в нарамнике эфота, это камни на память сынам Израилевым и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти и сделай гнезда из золота и две цепочки из чистого золота витыми, сделай их работой плетеной и прикрепи витые цепочки гнездом». Здесь обращает на себя внимание то, что вот этот нарамник, который первосвященник носил на груди, к нему прилагались два камня, это Урим и Тумим, а нарамник имел имена каждого колена Израилева и с помощью двух камней Урима и Тумима высвечивали некоторые буквы, точнее подносили эти камни друг к другу, загоралась одна буква, потом опять подносили один камень к другому, другая, и появлялись целые слова. Таким образом через эти камни Урим и Тумим и вот этот нарамник, который имел первосвященник на груди, узнавали волю Божию. Это считалось пророческое откровение, а то, что нарамник с именами колена Израиля был на груди первосвященника, то есть близко к его сердцу, это значит, что каждый пастырь должен близко к своему сердцу принимать каждого посомого, который верен его попечению. Далее говорится достаточно подробно о том, как эти камни оформлялись, например, 21 стих, «Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен». Вот эти имена всех двенадцати колен здесь было много букв, и с помощью Урима и Тумима можно было познавать волю Божию. И тридцать седьмой стих здесь говорится о том, что делали еще полированную дощечку из чистого золота и вырезали на ней, как на печати слова святыня Господня. И вот тридцать седьмой стих «И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару», то есть головному убору персвященника, так, чтобы она была на передней стороне кедара, чтобы люди видели, что персвященник действует не сам по себе, все, что он совершает, это святыня Господня. И те одежды, которые он имеет, это не для его славы, это не для его благолепия, как думают еретики, а это для славы и благолепия имени Божия в нашей среде. Итак, сегодня мы рассмотрели 28-ю главу, мы остановили наше внимание на особо интересных для нас описаниях, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем изучать 29-ю главу книги «Исход». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем портале.